А вот в Черновицкой области активисты обнаружили тонны мусора всего в нескольких метрах от границы с Румынией. Кто вывозит отходы и почему это мало интересует пограничников? Ольга Паломарюк выясняла. По площади тут я вам хочу сказать, что около 20 соток котлована с глубиной 8 метров. Активист Валерий Айрине показывает горы мусора в нескольких метрах от границы с Румынией. Отходы присыпаны землей, рядом пограничный пост. Мужчина уверен о том, что здесь настоящая экологическая катастрофа пограничники знают, но бездействуют. Красноильска активисты называют поселком контрабандистов. Здесь с ней промышляют почти все. Ящики с сигаретами, которые в Румынии переправляют местных жителей, пограничники находят регулярно. Но то, что сами причастны к контрабанде, отрицают. Если люди имеют фамилии, факты, видео, фото, доказательства, причетности тех или других людей, им никто не забороняет поделиться с нами данной информацией, для того, чтобы мы могли провести соответствующие расследования. Активисты поставили в известность правоохранителей. Те осмотрели территорию. Чтобы внести в видимость в РДР, для распространения криминального проведения, должны быть какие-то материалы, должны быть какие-то подтверждения. Поэтому нужно это все забрать. А вот на выезде с КПП активиста, вызвавшего полицию, уже поджидали. Местные жители. Молодчики все как один уверяют, в их поселке контрабанды нет. Между мужчинами начинается перепалка. Активиста просят больше не показываться на глаза. До драки не дошло. Вмешались полицейские. Валерий уехал, но, несмотря на угрозы, намерен наведываться в Красноильск регулярно, пока не прикроют поток контрабанды.